Меня зовут Полина, спасибо, что вы меня уже представили. Я сегодня попытаюсь рассказать вам все, что знаю про электронные рассылки для частных доноров. Ну и для частных тоже. Сама я этим занимаюсь уже много лет. Сначала я порядка 10 лет работала в Greenpeace России, в фангрессинге. И с 2011 года я занимаюсь тоже частными донорами в фонде Downside Up. Сейчас у нас идет небольшое разделение Downside Up занимается программной работой. И наш партнерский фонд «Синдром любви» занимается уже пиар-просвещением и подразником. Давайте познакомимся. Скажите, пожалуйста, у кого есть электронные рассылки регулярные по вашим каким-то данным, не обязательно донорам? У кого есть? Есть. Ну, имея методом поднятия руки, только у вас есть, да? Хорошо. Они регулярные. Хорошо. А кто их отправляет в руках, то есть каждому адресату отдельно? Нет, у нас есть. Слава Богу. Вот об этом мы сейчас поговорим, чтобы руках это больше никогда не было и было наиболее эффективно. Хорошо, давайте начнем. На самом деле слайдов у меня куча, хочется обо всем рассказать. Буду рада вашим вопросам и комментариям. Ну, собственно, мы с вами здесь собрались, наверное, в первую очередь для того, чтобы узнать, как нам это поможет получить деньги. И тут с точки зрения функционала вы правы, потому что карточные пожертвования в очень большой части зависит от ваших электронных коммуникаций. Но ваша электронная коммуникация – это далеко не только просьба о деньгах. Это поздравления с днем рождения, это разнообразные опросы, приглашения, благодарности, все, что угодно, все, что я здесь на самом деле написала. И процент именно понравивших просьб среди всех ваших коммуникаций – это далеко не 100%. Это где-то соотношение 1 в 4, 1 в 5. Это вот чисто где вы просите деньги. Да, разумеется, какие-то стандартные ссылки на вашу страничку пожертвования стоит включать, наверное, всегда. Это уместно, это почти всегда. Но вот чисто просить денег и объяснять, почему они нужны, мы делаем где-то примерно в каждой третьей, четвертой, пятой рассылке. Зависит от ситуации, вообще, от того, как часто вы собираетесь это все дело делать. Ну, я очень рада, что, когда я спросила, кто делает рассылки руками, поднялась только одностромная рука. Я очень рада, что те, кто рассылки делает, тоже какую-то программу для себя выбрали. На самом деле их великое множество. Они сейчас все очень доступны, они многие интуитивно понятны. Я перейдусь по некоторым моментам, на которые стоит обратить внимание. Вообще, еще раз оговорюсь, что с точки зрения ваших навыков, вашего функционала и, в принципе, IT-возможности вашей организации, e-mail-рассылки это такие условно быстрые деньги, простите меня за термин, потому что их быстро освоить, быстро достаточно настроить. Очень многие очень быстро начинают делать красивые рассылки. Это не какой-то там беном Ньютона или сугуба зона айтишников, нет. То есть, все это, в принципе, можем освоить. Все мы с вами, далеко не специалисты, за несколько дней просто покопавшись, попробовав, подправляв на разные сервера. Стоимость рассылочных программ, как правило, доступна, зависит она, может, от разных функций. Будете выбирать, наверняка вы какую-то программу уже пробовали, вы поймете, что вам больше нужно. Вот, например, мы пользуемся MailChimp, там стоимость зависит ежемесячно от количества хранимых в нем адресов. Может зависеть от количества отправленных писем, от наличия дополнительных функций, от наличия дополнительных пользователей этой программы, в смысле, менеджеров, которые могут ею пользоваться. Если я говорю очень быстро, пожалуйста, скажите мне об этом. Что я хочу вам особенно отметить из функций, если вы эту программу будете выбирать? Ну, это должна быть более-менее известная программа, потому что от нее спам-репутация тоже зависит, насколько часто ваши письма будут попадать вообще в спам или заходить адресатом. Разумеется, рассылать вы должны не с какого-то странного домена, а с домена вашего фонда, вашей НКО, если у вас есть свой почтовый домен. Это сразу повышает доверие к вам, вашей аудитории. Удобствуют верстки, удобства от подписок для ваших получателей. Все программы сейчас проверяют адреса на корректность. Делаются всякие разные эти спам-проверки. Указывают вам на подозрительные адреса, которые могут повлиять на рейтинг вашей рассылки, чтобы ее не забанили, не отправили всю в спам. Почтовая именно уже служба, где-то ее получает. В наше время уже сложно представить что-либо без красивой статистики. Эта программа должна давать вам красивую статистику, удобную, визуально, настраиваемую, легко. По адресу, по вашему проекту она должна эту статистику хранить, уметь передавать. Если же вы уже находитесь на более-менее таком уровне, на пороге большого развития, вы, может быть, задумаетесь о том, как ваш мейлер, как ваша рассылочная программа будет коммуницировать с вашей CRM, с вашей базой доноров или благополучателей. Потому что одно дело, вы рассылаете письма здесь, они здесь хранятся, в другое дело, у вас вся история должна храниться в вашей CRM. Каждый раз переносите эту руками туда-обратно, это не есть хорошо, это не есть удобно. Ваша CRM тоже вам много чего может подсказать. Поэтому, если вы задумаетесь о выборе того и другого, то, пожалуйста, задумайтесь о том, как ваши мейлеры и ваши CRM могут подружиться друг с другом. Для нас это был большой вопрос, но, к счастью, у нас совпали наши пожелания, у нас и CRM, и и мейлер уже начинают дружить, не все еще функции настроены, но мы над этим работаем. Возможность различных тестов, возможные статистики, но это более-менее стандартные вещи, я даже не хочу сейчас много о них говорить с вашего позволения. Кому мы с вами отправляем наши рассылки? Я, может быть, часто буду говорить слово «дота», на самом деле это касается всех ваших категорий, кому вы рассылаете, это могут быть ваши корпоративные доллары, это могут быть ваши благополучатели, на самом деле, кого угодно. Принципы работы здесь более-менее одинаковые. Прежде всего, вы должны быть уверены в том, что вам разрешили отправлять письма на этот адрес. Но, как правило, это решается на этапе получения этого адреса, когда вы делаете на своем сайте или на своем другом ресурсе оферту с маленькой галочкой, я согласен, без которой пользователь не может пройти дальше. Ставив галочку напротив вашей оферты, пользователь дает вам разрешение на хранение, использование его адреса, на его обработку и на ваши с ним коммуникации. Сейчас, кто слышал, есть организация под названием Роскомнадзор, которая по жалобе на нелегально использование персональных данных может устроить большие проблемы и проверки. Нам с вами это не нужно. Это все решается очень просто. Своевременная чистка адресов. Мы делаем около раза в месяц. Это получается более-менее достаточно. Сами проверяем те адреса, которые не может поймать мейлер, потому что адреса типа инфо, ну, реплай и подобные, если они вдруг попадут в вашу базу, если их кто-то вам оставил, они могут снизить статус вашей рассылки. Мы не хотим, чтобы половина рассылки попала в спам, поэтому нужно потратить полчаса своего времени в месяц и немножко свой список проверить по своим фильтрам уже. Стоит проверить, какие у вас имена. Порекнули ваши домы, расставили вам свои имена. Не попали ли в эти ячейки какие-то другие данные, фамилия не попала. Или все равно написано в большой буквы, все равно написано кириллицей. Потому что вы будете обращаться к своему донору, захотите спросить его по имени, здравствуйте, Михаил, а там будет стоять, здравствуйте, Иванов. Ну, это будет не очень приятно. Ну, достаточно раза в месяц, на мой взгляд. Ну, что касается мейл-чимка, в котором пользуемся мы, чистка адресов и удаление всего лишнего влияет на его же месячную стоимость. То есть, если мы некий порог превышаем, у нас уже будет другая стоимость. Если я смотрю, что у меня до порога новой цены остается буквально, может быть, несколько десятков адресов, я лучше сделаю чистку, эти адреса вычищу, чем мы заплатим лишние несколько тысяч. Маленькая моя подсказка. Какие адреса вообще доноров лучше собирать, рабочие или личные? У кого есть опыт, кто может поделиться? Да, может стоять ограничение и при переходе внутри офисного сервера. Он может не пускать людей никуда, либо не пускать на конкретно какие-то неперечисленные сайты. Либо там могут быть какие-нибудь, ну, буквально запреты всплывающихся, как он все что угодно. Как вы верно заметили, что они могут свою работу поменять. Ну и на работе у многих людей все-таки меньше времени, меньше возможностей проверять свою личную почту, как на нее эмоционально реагировать. Ну, хотя бы у кого как. Когда вы работаете со списком, я еще вам очень советую всегда делать тесты. Ну, не всегда, конечно, на это есть время. Но вообще желательно определять разные гипотезы. Я тоже сегодня буду много рассказывать, но некоторые мои слова – это тоже гипотезы, которые надо постоянно проверять. Для этого почтовая программа должна вам давать возможность делить вашу базу, по которой вы хотите рассылать, на руноценные адресы в списке, чтобы отправить, условно говоря, одним донором в понедельник, а другим в четверг. Одним в 10 утра, если вы хотите проверить время, а другим в 4 часа дня. Одним отправить письмо, на котором стоял ваш руководитель, а другим отправить ту версию, которая ближе осталась вам, и проверить уже на цифрах, кто был прав. Такое тоже желает, и это безусловно полезно. Проверить дизайн, проверить количество фотографий, проверить расположение кнопок, проверить, сработали ли ваши ссылки, где эффективнее их ставить было. Вот это все тоже очень влияет. Поэтому я вас всегда прошу, если у вас есть лишних немножко времени, немножко сил, делайте всегда тестирование. И вы удивитесь, и порадуйтесь, сколько нового для себя открыли, сколько новых ресурсов, денег, людей вы привлекли. А я раньше могла об этом в принципе не очень подозревать. Ну и всегда мой совет, все мои адреса уже есть во всех наших списках, подключать все свои домашние личные почты, своих коллег с разных почтовых служб во все ваши рассылки. Но я уже не говорю про тестовую рассылку, которую вы делаете, всегда перед отправкой. И всегда всех спрашивайте, а кому дошел, а у кого открылось, а у кого попало в спам, а у кого съехало макетирование, а у кого не открылась фотография, а у кого где шрифт поехал. Ну и плюс уже во время отправки тоже интересна будет реакция всех ваших домочадцев, близких, коллег, друзей. Как это все отбородилось. Вот опять же, я сейчас вспомнила, адреса, например, на Gmail. У меня есть адрес на Gmail, но почтовая служба такая умная, что все письма от фондов, которые я получаю, у нас падают в отдельную папочку под названием, по-моему, промо-акция, в которую я, в принципе, не залезаю. Вот когда у вас был личный адрес, ну, тоже такой маленький в секрете. Потихонечку переходим к тому, что будет внутри, ну, вообще не внутри вашего письма. Вот я взяла большим-большим кругом красным, что очень важно, как написано отправитель и как написана тема вашего письма. Только я задумалась, сколько здесь поставить процентов по важности. Я бы дала этим новым пунктам ну, процентов, наверное, 60-70 процентов, кого откроют или не откроют ваше письмо. То, как вы напишете вашего отправителя, то есть себя, то, как вы напишете тему вашего письма, это, в принципе, ваш первый и последний шанс не стучаться до вашего донора. Потому что либо он увидит и его зацепит, либо он не увидит и не откроет, и никогда это письмо уже к нему не попадет. Ну, что касается отправителя, можно написать просто название своей организации. Можно написать он в каком-то более упрощенном виде, без длинных слов в благотворительной фоне. Можно написать «Анастасия Петрова, запятая фонд лучик». Это уже будет более личное письмо. Хотя многие российские НКО так не делают. Ну, так делали год два назад были хорошие отки. Надо сейчас еще раз попробовать. Ну, и тема. На самом деле, тема – это наше все. Потому что я приготовила для вас еще в конце распечатки, но потом уже понадобится. Когда я анализировала свои списки по открываемости и результатам писем за 2017 год, я вот реально поняла, что тема – это процентов 60-70. Даже могу привести такой пример, да, с конфетами. Что мы делаем, когда мы видим конфеты? Мы видим только обертку. Либо она нам нравится, либо не нравится. Либо мы ее знаем, либо не знаем. Если мы на этом этапе подвисли или что-то нас не зацепило, мы это конфеты убираем. Все. Что внутри, ты конфет нас уже глубоко не интересует. Но если мы конфеты знаем, да, мы ее откроем. Если фонд хороший, расцветки приятные, сделают хорошее дело, да, омешки в лесу, то ясно, что конфеты вкусные, да. А если я не сомневаюсь, то я возьму другую конфету. И в принципе, больше шансов у вас не будет. Читают ли вашу насылку с каких-то мобильных устройств, читают ли ее с ноутбука, с планшетов. Информационный поток сейчас очень большой, и как только сверху нападает еще несколько писем, вы уже потеряетесь. То есть шанс зацепить, это вот первые, наверное, 10-15 секунд, пока человек осозна от кого рассылка, что он, да, может сейчас прочитать письмо не по работе, если это рабочее время. И хочу-не хочу читать. Все. Даже если я хочу запомнить и прочитать это письмо вечером личное, то я попробую их не читаю. Ну вот я сама забываю. Есть, конечно, определенные слова, которые к теме писать не нужно. Мы об этом тоже поговорим. Которые даже могут вас... В спам заодно отмечать. Есть варианты персонализации к теме, мы тоже об этом поговорим. Мы долгое время делали это, может быть, лет несколько назад. В последнее время стали делать это редко. Надо опять потестировать. Потому что даже в теме письма многие мейлеры дают возможность вставить какую-то персональную информацию. Например, Мария, поздравляем вас! Или Мария, а знаете ли вы что? Ну вот надо тестировать, потому что сейчас это уже используется повсеместно. Может быть, это, наоборот, теперь стало раздражающим фактором. Кто первый протестирует, пожалуйста, поделитесь. Мы тоже будем тестировать. А в чем? Ну, может быть, не очень удобно. Только я это написала списком, не показываю на какой-то картинке. Надеюсь, у нас останется время посмотреть варианты рассеи. Ну, поскольку многие поняли руки, что, в принципе, рассылки делать, я думаю, что вы меня поймете, если я не буду сейчас какие-то искать контент в своей площади, а мы посмотрим их потом. В принципе, если он состоит рассылок, это не просто текст письма. Если они, здравствуйте, нам нужны деньги. Должно быть все красиво, читаемо, понятно. Рассылка должна начинаться с каких-то первых слов, которые первыми отображаются в браузере. Это тоже такой, можно сказать, внутренний фантик, который влияет на то, будет ли вас читать дальше. Хорошо, чтобы иметь красивую шапку с логотипом вашей организации. Человек уже понимает, ага, это они, хорошо, я читаю дальше. После вашей шапки идет персонализация письма. Если у вас нет имен в вашей базе, это не страшно. Если у вас имена есть, то, в принципе, нужно немного усилий, чтобы эти имена почистить и вставлять их в ваши письма. Читать письма «Здравствуйте, Мария!» гораздо приятнее, чем просто «Добрый день», на мой взгляд. Человек уже понимает, что он вам оставил свои контакты, у вас с ним более-менее, ну, не личный, ну, не то, чтобы личный контакт, но, то есть, чтобы вы доплили воду с легальным путем и с его согласием. Даже если человек вас не очень хорошо помнит. Текст ваш должен быть читаемым, структурированным, с небольшими предложениями. Мы не гонимся за Львом Николаевичем, мы сами себя ставим на место донора и пытаемся читать то, что мы пишем. То есть, это несколько абзацев. Каждый состоит из двух, трех, четырех, пяти предложений. В принципе, каждый новый абзац должен быть поворотом вашей истории. То есть, человек должен хотеть зачитать до конца. Если вы будете долго и нужно что-то перечислять, то человек, скорее всего, потеряется, устанет и закроет письмо. Такой риск тоже есть. Про интригу мы тоже с вами поговорим немного. Безусловно, мы можем вставлять в письмо ссылки, но очень осторожно. Есть одно мнение, которое говорит, что ссылок не должно быть никаких, кроме как на вашу целевую страницу. Хотите ли вы пожертвовать, хотите ли вы привлечь волонтеров, ссылка должна быть одна. Все остальное – это ужас. Есть другое мнение, которое говорит о том, что текст должен быть более фундированным. Такое умное слово, оно подразумевает, что в вашем тексте есть ссылки, обосновывающие вашу просьбу. То есть, если вы пишете какие-то там процедуры, по каких-то событиях, вы должны их надежным источником обосновать. Ну, я бы сказала, что если эти ссылки необходимы, то они должны везти на ваш сайт. Не так уж и далеко везти. Я таких ссылок, честно говоря, боюсь, потому что все-таки человек может отвлечься, и больше никогда к нам не вернулся. Лучше я как-нибудь коротко одним маленьким абзацем содержание этой ссылки и сложу в письме, если у меня получится. Ну, если у вас новый красивый мейлер, то вам захочется испробовать все его функции. Я призываю вас гнаться за этим умеренно, не играться особенно сильно со шрифтами, с размером шрифтов, с подчеркиванием, с выделением, со сверкающими единорогами. Старайтесь, чтобы текст был читаемым. Вот как вам самим кофортно его читать, так и должно быть. Пусть это будет самый простой шрифт, но читаемый. Подходящий размер, умеренно выделение. Вообще советуют использовать всякие подчеркивания жирный шрифт, ну, не более трех раз, если это необходимо. Первое выделение, это где-то в завязке на том, а я есть, спросите, помогите. Второе, подчеркивание или выделение на словах, но если выходит, мы можем сделать то-то. И третий уже говорит о том, какая конкретно помощь вам нужна. Полонтеров, денег, товаров, услуг, все, нашла цель на ваше письмо. Картинки, тоже отдельная тема. Я прошу вас, чтобы они были качественными. Пусть их будет немного, пусть будет всего одна, но хорошая. Пусть будет картинка хорошая по теме, пусть она будет не очень тяжелой, потому что дальше она будет загружаться тяжело. А порядка, наверное, 20% не меньше людей будут читать вас со своих смартфонов. Если вы смотрите статистику, вы понимаете, что порядка уже, наверное, процентов 20-20% читают нас с мобильных устройств. Картинки должны быть хорошего качества, но умеренно легкими. Хорошего качества, если вам в идеале, это должно быть, конечно, лицо и глаза. Но у них что-то еще однозначно подтверждающее вашу просьбу сегодня. Некоторые моберы, например, за много картинок в своих письмах просят дополнительные деньги. Ну, не многие, но есть такая фишка, так что обращайте внимание. Откнутка «Сделать пожертвование». Ну, на самом деле, может быть вопрос не про деньги, а про то, что нацелено ваше письмо. Но это должна быть четкая просьба, визуально четко оформленная, понятная. Очень советую вам всегда тестировать ее дизайнерасположение. Потому что, например, в текстах информационных рассылок, фандрайзинговых рассылок я обычно ставлю ее ближе к концу письма. А если я отправляю письмо вслед за звонком человека после обзвона, то кнопка там есть уже после первого абзаца. Потому что человек со мной только что говорил, он согласился, и, собственно, зачем тянуть хота за хвост? Вот оно согласие. Вот на первом экране должна быть длина ваша кнопка. Отправитель должен везут поставить свою подпись. Не очень хорошо писать с уважением команда фонда лучик. Лучше, если это будет ваша фотография. Фотография того, кто отправил, с чьего адреса ушла эта рассылка. В идеале, чтобы там была возможность обратной связи, то есть линк на вашу электронную почту. Ваша должность, фотография. Напишут вам в ответ единицы, но если напишут, им будет приятно. Это одна из таких функций, которые, может быть, никто и не воспользуется, но если воспользуются, ну, скажем так, если ее не будет, будет хуже. Это так, как отчеты на вашем сайте. Вы можете говорить, что они у вас есть, и доноры, может быть, не будут их даже читать. Но если их у вас на сайте нету, то это уже какие-то мысли кого-то может навести. Ну, тут уже сейчас видно, что надо будет посмотреть потом настоящие рассылки. Давайте двигаться дальше. Ну и футбор, который позволяет нам отписаться, сказать футбор какие-то стандартные вещи, стандартные какие-то свои ссылочки запихнуть. То есть кто-то, может быть, будет уже смелым, чтобы вставить туда кнопочку «Подписки на регулярные пожертвования». Это тоже хорошая функция. Ну, я говорю о том, что там основных правилах, которые, на частях случаях, играют на наши результаты. И сейчас немножко поговорим о темах. Опять же, приведу свой личный опыт и расскажу о том, чем мы не пользуемся, но может пригодиться вам. Есть стандартные правила, их есть три, и о том, как вашу тему построить. Первый вариант – это местоимение глагол, прилагательное и существительное. Второй вариант – это числительное и существительное глагол, вспоминать не надо. И местоимение глагол, наречие. Опять же, советую вам тестировать, включая персонализацию в тему. Посмотрим, как она сейчас играет. Ну, сейчас расскажу еще о теме подробнее. Сначала расскажу о том, что работает в нашем фронте. У нас тема вообще, средней сложности, я бы сказала, это синдром Дауна. Мы помогаем детям, которые воспитываются в семье. Теперь мы расширили уже свои деятельности. Это уже не только дети, это молодые люди и взрослый с синдромом Дауна, которым мы помогаем. Те темы, которые в нашей жизни были удачными, они, как правило, строились на какой-то игре слов, известных аллюзиях, устойчивых выражениях. Я вам потом дам распечатку, и вы посмотрите, насколько это хорошо играет. Больше половины, даже, можно сказать, три четверти наших самых успешных рассылок содержат вопрос. Редкость надежных прогрессов и цианин. Советы, которые я привожу ниже, про эффектные цифры, про списки причин, способов, секретов, поселитак, все помощи адресаток. Ну вот, к нашей теме, к интерпретации наших письм, они ложатся не очень. И есть коллеги, которые очень этими темами довольны, такими способами построения тем, и у них такие письма идут хорошо. Если у вас получится, это эффективные маркетинговые способы, давайте пробовать, давайте смотреть, что, как работает. На самом деле, универсальных советов тут нету, потому что ситуация меняется очень быстро, и пробовать надо разные вещи. Подходим с вами к тексту, о чем мы сами будем писать. Ну, опять же, по анализу наших рассылок, я могу вам точно сказать, что просто информационное письмо, оно редко бывает сильно успешно. Летно сильно, может быть, оно и не должно быть фандрайзинговым, может быть, вы его хотели сделать просто информационным, но вы должны быть к этому готовы. В идеале, фандрайзинговое письмо, не фандрайзинговое, то, в котором вы о чем-то доноров просите, строится на какой-то личной истории, если это возможно. Бывает сложно найти личную историю в Саймфонте, да, потому что у нас много программ, которые сложно проиллюстрировать какими-то личными примерами. У нас есть работа с государственными структурами, на которые тоже нужны деньги. У нас есть обучение специалистов семинаров, у нас есть печать и издание литературы. И проиллюстрировать эту... Какую-то очень личную историю бывает сложно, но если вы это сделаете, то ваше письмо будет достаточно успешным. Просто подумайте, как к этому подвести. Как рассказ о ваших благополучателях, о конкретной семье, с конкретными фотографиями, может вас на это дело вывести. Потому что так или иначе, они либо вашу литературу получают, которую вы печатаете, либо к ним специалист приходит домой, к которому вы обучали, либо что-то в этом роде. Без личной истории ваше письмо, много денег, наверное, но не принесет, либо принесет в редких случаях. На самом деле, я понимаю, что проще прислушаться тем, кто на самом деле помогает своим благополучателям. Это не природоохранные темы, не правозащитные темы, где личные истории, в принципе, легче добыть. Ну, вот такая жизнь. Не приучи. Не приучи. А пробуй на себе. Вот в конце, я вас повернула на одну мысль, почему надо все пробовать на себе. Вот что интересно вам, что вы, как сторонний человек, как... Да, у нас все равно, конечно, уже профессиональная деформация идет. Но если вы попробуете отстраниться и спросить совета кого-то из своих друзей и знакомых, кто не очень в теме, кто не очень испорчен, то вы представьте себе, что читаем, что не читаем. Личную историю. Да, личную историю. Что-то интересное. Да, глаза ребенка, история, мама, слова, мама. Да, прямая речь. Все остальное, к сожалению, про нашу программную деятельность, про наши прекрасные отчеты, командировки там куда-нибудь для обучения специалистов этого, скорее всего, не сыграет. История должна вас держать. Вы проживаете от начала до конца, вы передаете свои эмоции, чтобы они остались у вашего читателя. Вот эмоции, она даст читать до конца. Если эмоций нету, то человек может потеряться. Как-то так, да. У меня есть такое правило, когда я пишу письмо, я представляю, что я ему пишу тетя, с которой я общаюсь на вы. Ну, то есть, не каждый день привет-привет. То есть, это человек мне знакомый, но все же не очень близко, мне слишком по-небратски знакомый. Это может быть ваш учитель для вас, какая-то такая аллюзия, да, с которой он повышает отношения, который настроен вас понять. Это может быть кто-то из коллег. Ну, проще вам самим подобрать такую формулировку, чтобы уже обращаться к конкретному человеку, которому вы пишете.